Об американской моде заговорили после Второй мировой войны. Когда парижские модельеры выбирались из кризиса, американские вовсю крепли и развивались. К 80-м годам в Америке выросло целое поколение успешных дизайнеров. Каролина Эрера, Донна Каран, Ральф Лорен, Оскар Деля Рента. Сегодня они продолжают активно работать и задавать темп американской моды. Теперь о них знает весь мир, но когда-то и они делали свои первые шаги. Каролина Эрера завоевывать мир моды начала довольно поздно. 42 года. Но именно ее зрелость стала залогом ее успеха. Ведь к тому времени, как она стала дизайнером, ее персональный стиль уже несколько раз признавали идеальным. Тем более она была в хороших отношениях со многими знаковыми людьми своего времени. Они сразу стали ее клиентами, обеспечив ей первую славу. Каролина, какой момент стал поворотным для вашей карьеры? Я считаю, что к моему успеху причастны все те, кто покупал мою одежду. Чем больше они покупают, тем более успешно я становлюсь. Как по-вашему, когда было сложнее начинать карьеру? Сегодня или 20 лет назад? Я основала свой бизнес 28 лет назад. Всегда тяжело начинать что-то с нуля. Однако нужно иметь уверенность в себе и в том, что мои вещи будут покупать. Мне с этим очень повезло. Насколько мне известно, дизайнер Каролина Эрера очень хотела, чтобы ее клиенткой стала Юлия Тимошенко. И она даже отправила ей несколько костюмов перед выборами, чтобы там в них вышло на какие-то официальные мероприятия. Но, если честно, я так и не видела Тимошенко в одежде от Каролины Эреры. Донни Каран, чтобы основать собственный бизнес, понадобилось 15 лет. Именно столько будущая королева деловой одежды работала на другие дома моды. К ее собственной марке успех пришел практически сразу. В середине 80-х она изобрела боди и научила женщин носить леггинсы. Это стало поворотным моментом в ее карьере. Дальше последовала ее линия Essentials. 7 простых вещей, которые можно было легко комбинировать друг с другом. На волне увлечения простой и удобной одеждой, это уникальное предложение стало золотой жилой для дизайнеров. Донна, 25 лет – это потрясающий результат. Как вы думаете, в чем секрет вашего успеха? Думаю, это то, что я смогла предложить женщинам удобную одежду на каждый день. 7 простых вещей. Неважно, брюки – это юбка, гольф, шарф. Все вещи абсолютно нейтральные, но сделаны очень добротно. Тем более я стремилась делать одежду, которая могла бы подчеркнуть силу характера и решительность. Способность женщины быть собой, ее умение приспособиться к новым правилам будущего. Легендарная Дайан фон Фюрстенберг легко объясняет колоссальный успех своего бренда. У нее есть уникальная вещь, которую она может предложить миру. Дайана имеет в виду платье с запахом, которое она изобрела в 1972 году. Дайана, что стало поворотным моментом в вашей карьере? Мне помогла Дайана Вриланд. Всегда хорошо иметь опытного наставника. Но, безусловно, главным фактором моего успеха стало мое изобретение. Оно было очень уместным в то время. Нью-Йорк всегда был благоприятным городом для становления молодых дизайнеров. Вспоминаю, как я сама приехала сюда когда-то. То, что случилось со мной здесь, в этом городе, не могло произойти нигде больше. Редактор субтитров А.Семкин